Так, ну и теперь разбираем вот эту часть, берем вот так вот, вытаскиваем здесь вот вилочка, откручиваем вот этот винт, вот видите, совсем ничего не двигается, еле-еле откручиваем, так, вытаскиваем винт, тоже все засохло, вытаскиваем вот эту часть, ну и вот можно вот это все разобрать, вот смотрите, ржавчина, все приржавело, так, это все вот, три винта открутить, открутить вот этот винт, все протереть, смазать и собрать, вот так вот, видите, он должен ходить свободно, нужно открутить стопорный винт вот здесь вот, вот так вот, вывернем, его может он там на лыске стоит, так, что побольше выкрутить, и теперь смотрите, вот здесь вот, вот здесь вот стоит упорная шайба, вот, значит, ее нужно снять, вот эта шайба, снимаем шестерню с эксцентриком, вот так вот, вот у нас шестерня с эксцентриком, тоже все протереть, все прочистить, дальше вот, можем снять, короче, снимаем, что снимается, вот, вот сняли весь механизм, и вот этот вал, наверное, придется тоже так же выбивать, смотрим, вот здесь вот все заржавело, прямо конкретная ржавчина, ну и вот этот вал нужно выбивать его вот сюда, на себя, вытаскиваем также вот этот палец, смотрите, все ржавое, вот это все протираем, также прочищаем втул, делаем, беру вот так вот, зажать некак его, и дело в том, что здесь сплав идет, чтобы его не, чтобы не лопнул, я беру его в руках, и вот так вот, с этой стороны, да, нормально пошел, видите, здесь все прикипевшее, вот так вот, ну вот наш палец, все, теперь все это чистим, протираем, полируем, смазываем и будем собирать, ну и вот смотрите, то, что я почистил, один, вот второй, шестерня с эксцентриком, все должно ходить свободно, так далее, теперь разбираем вот эту часть, изнутри тоже почистили здесь, откручиваем винт, также откручиваем вот этот ползунок, заметьте, чтобы ползунок стал именно так, как он стоит, чтобы вы его не перевернули, так как он уже здесь приработался в таком положении, его нужно так и ставить, вот этот сухарик, именно его так и ставить, так и здесь вот еще подкладка ставится вот сюда, чтобы пластина упиралась под винт, все это берем, аккуратно снимаем, здесь ржавчины нету, здесь можно все протереть, здесь уже нормально, так вот, пазы здесь убрать, таким манером протираем дальше, винт здесь не вытаскивается, значит можно попробовать вот так вот пластмассовой ручкой выбить, все везде клинит, вот так вот, здесь должно все крутиться свободно, и еще не переусердствуйте с наждачкой точить, нам нужно снять только налет, я вот использую тормозную жидкость, протираю, ну и вот обратите внимание на этой пластине, желтый налет, похоже на подсолнечное масло, тормозная жидкость оттирает, что не получается засаленной наждачкой, очень мелкой засаленной потертой от металл, самый простой способ, ну я должен сказать, что каждый может чистить любым способом, который ему известен, главное у нас результат, так, ну все, теперь будем собирать, ну и собираем теперь, берем, я смазываю силиконовой смазкой, сухарик, ставлю, вот так вот попробовали, все нормально, ходит плавно, так, теперь ставим этот бочоночек, смотрим здесь с одной стороны у нас под винт потай, ставим вот так вот, и закрываем пластину, так вот, сразу не затягиваем, чуть-чуть наживляем, и теперь затягиваем, ну и вот, я почистил винт, видите, под своим весом должен опускаться, теперь все это смазываем, и закручиваем, и закручиваем, вот, так вот, вот у нас здесь двигается все, так, и вот эта у нас вилочка будет стоять вот здесь, вот, вот так вот, все мы сделали, также смазываем здесь все, вот, 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 вот и здесь тоже все смазываем прочистите обязательно вот эти отверстия под смазку чтобы они были не забиты так вот шестереночка сюда так вот и это будет стоять вот так вот вот этот эксцентрик должен попасть вот сюда и вот это одевается вот сюда винтом вверх вот так вот сюда вот примерная сборка сейчас мы это все будем ставить на машину проделали большую работу теперь будем собирать еще нам нужно вот здесь вот тоже прочистить вот так вот где-то попробовали вот заходит плотно но заходит вот 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 Продолжение следует...